Привет, YouTube! Сегодня у нас будет большое занятие, посвященное такому сервису как Asia DevOps. По сути, это аналог Jira, только от компании Microsoft. Плюс ко всему, данное решение представляет не только какие-то инструменты для управления проектом, но также позволяет вести контроль версии, хранить наши требования, управлять проектом, оформлять баг-репорты и так далее. Единственное, что когда мы говорим про тестирование и оформление артефактов внутри данного решения от компании Microsoft, оно стоит денег. То есть по умолчанию мы можем только оформлять баг-репорты, но непосредственно какие-то расширенные функции, например, хранение наших тест-кейсов, их запуск, какие-то переменные, которые мы можем шарить внутри нашей системы, не будет реализовано по умолчанию в Asia DevOps в базовом плане. Но у нас есть возможность 30 дней пользоваться реальной версией тест-плана этого отдельного модуля. Поэтому я хотел бы вам его показать, ввиду того, что сейчас многие компании также работают и на Asia DevOps. Конечно же, с Jira связана большая популярность, но все-таки, например, вот я работал на двух местах своих работы, на предыдущем и на текущем, именно с Asia DevOps, ввиду того, что у нас экосистема полностью построена на сервисах компании Microsoft. То есть это и общение внутри Teams, это и SharePoint, где мы делимся нашей документацией, это и ряд других сервисов, которые также встроены в нашу работу. То есть есть ряд компаний, которые, по сути, являются амбассадорами, скажем так, Microsoft, и у них вся экосистема построена на сервисах данной компании. Хотел бы вам напомнить о том, что у вас есть возможность попасть на мою индивидуальную консультацию. Заявку вы можете оставить, перейдя по ссылке, которая находится в инфобоксе, а также не забудьте подписаться на этот канал и на другие мои социальные сети. А мы начинаем. Во-первых, для того, чтобы нам подключить вот эту реальную версию, необходимо для начала зарегистрироваться на базовом плане. То есть, как вы видите, здесь ограниченные возможности для базового плана. Давайте сразу создадим для пяти пользователей. Вдруг мы в дальнейшем захотим использовать Azure DevOps в каких-то своих целях внутри маленькой команды. И после этого нажимаем начните бесплатно. Если у вас есть аккаунт в Microsoft, то вы можете им воспользоваться, либо же создать новый. Так как у меня есть аккаунт, я в него сейчас зайду. После того, когда вы зайдете в ваш профиль, у вас появится вот такого рода экран, где вы можете создать свой первый проект. Давайте создадим какой-нибудь новый, потому что я, к сожалению, не помню, я уже работал в этой системе или нет. По умолчанию создается данный проект или нет. Поэтому давайте создадим что-нибудь новое и назовем его как тест. Какой-нибудь description. Test project for students. И также есть возможность выбрать публично это будет проект, либо же приватный. Давайте он будет у нас приватный. Также можно выбрать, какую систему контроля версии мы будем использовать. Либо git, либо же кастомную, которая у нас содержится непосредственно в Azure DevOps. Пусть будет git. И также можно выбрать, какой тип процесса у нас будет. Давайте у нас будет Scrum. Создаем наш проект. Это занимает некоторое количество времени. И после этого у нас создан наш проект, в котором мы можем работать. Пока у нас нет ничего в данном проекте, поэтому нам предлагают создать какие-то борды, на которых мы сможем работать. Пайплайны, репос, наши тест-планы, какие-то артефакты. Либо же можно добавить какие-то дополнительные сервисы, которые чаще всего стоят дополнительных денег. Также мы можем пригласить людей, которые будут работать вместе с нами внутри этого проекта. Но мы больше сегодня посвятим свое внимание именно тест-плану. Давайте сразу проверим, есть он или нет. Как вы видите, у нас сейчас написано, что мы используем Basic Access Level. И для того, чтобы добавить тест-план в нашу работу, нам необходимо провести ряд действий. То есть мы возвращаемся на нашу главную страницу, где у нас есть название наших проектов. Заходим в Organization Settings, выбираем здесь Billing. И здесь мы можем начать нашу реальную версию. То есть нажимаем, и нам предлагают согласиться на то, что мы начинаем эту версию. Она по времени занимает 30 дней. То есть мы согласны. И после этого нам нужно назначить нашему юзеру, который будет работать в этой системе, другие пермишены. То есть мы заходим в Users. Здесь у нас на данный момент только один юзер, это я. Нажимаем на три точки. И здесь мы нажимаем на Change Access Level. Сейчас у нас стоит Basic. Но нам необходимо Basic плюс тест-планы, чтобы мы могли работать в данном модуле. После этого мы можем вернуться в наш проект тестовый. И теперь, когда мы переходим в тест-планы, у нас есть доступ к тому, чтобы мы могли создать наши тест-сьюты, как-то их ранить и так далее. Но перед тем, как мы этим займемся, давайте создадим наши первые форк-айтемы. Какие они могут быть? То есть мы можем здесь создавать, как и в Jira, набор определенных сущностей. То есть баги, эпики, фичи, импедимент, продукт-бэклог-айтем, таски, тест-кейсы. И также это все можно кастомайзить. То есть когда у вас есть пермишены для того, чтобы вы могли видоизменять название ворк-айтемов, какие-то поля, которые там должны быть, обязательные, необязательные и так далее, мы это можем делать. Сейчас мы этим не будем заниматься, обычно это делает либо скрам-мастер, либо продукт-менеджер, в зависимости от того, как принято в вашей компании. Но нам необходимо для начала создать какие-то требования, с которыми мы можем работать и дальше линковать наши тест-кейсы, либо баг-репорты к ним, либо же какие-то таски, которые мы также можем выполнять в рамках итерации, которые у нас есть. Давайте создадим какой-нибудь эпик для начала. Назовем его test-epic, то есть не будем здесь выдумывать что-то новое. Можно добавлять description, какие-то acceptance-критерия, то есть можно попросту писать юзер-сторику. Также после ее создания можно добавлять какие-то комментарии, тут есть отдельное поле discussion, если у нас несколько человек в команде, то есть мы можем, как и в Jira, обмениваться информацией, либо же уточнять ее с помощью поля discussion. То есть, к примеру, здесь напишем as user и какие-то acceptance-критерия. Login to the system, registration и, к примеру, logout. То есть, конечно же, я пишу просто какие-то рандомные вещи, user story оформляется всем по-другому, но для тестовых целей нам это подойдет. К тому же обычно Epic это не юзер-стори, это просто какая-то большая функциональность, которую мы должны реализовать. Но для цели ознакомления можно создать отдельный Epic. То есть мы можем его, опять же, редактировать, можем добавлять какие-то комментарии. I read it. Сохранять. И здесь тоже в discussion все это добавляется. Можно упоминать пользователей, которые у нас есть в системе. Test message. И также можно настраивать нотификации для того, чтобы информация о изменениях в данной, к примеру, user story приходила и к тому человеку, которого мы упоминаем. Либо же тот человек, который ее создал, то user story получал уведомление, если кто-то пытается видоизменить acceptance-критерия здесь. Но обычно это ограничивается какими-то permission-ами. Что еще здесь интересное может быть? То есть мы могли здесь добавить area. То есть если нас интересует какой-то отдельный модуль, в котором мы работаем, можем здесь прописать. Их тоже можно создавать отдельно как айтемы и связывать с нашим проектом. Номер итерации. Опять же, Scrum Master обычно создает для каждой новой итерации отдельную сущность, которую также можно будет здесь дальше из выпадающего списка выбирать. То есть сейчас у нас, видите, предустановлено ряд спринтов, которые мы можем также использовать. Различные статусы. То есть если мы, к примеру, выберем in progress, нажмем save, то у нас появится start date. То есть можно отслеживать, когда у нас была начата работа над той или иной сущностью. Также есть различные reason, то есть причины, либо же резолюции, когда мы говорим про баги. То есть здесь тоже можно указывать различные вещи. Это все, опять же, настраивается в зависимости от тех нужд проекта и того процесса, который принят у вас. Вот мы сейчас нажмем на save. И странно, что у нас не появилась дата. То есть здесь, видимо, настроено, что мы должны самостоятельно ее выбирать. Но можно настроить так, чтобы она автоматически подтягивалась, когда мы начинаем работу над данным эпиком, либо над каким-то требованием, либо над репортом и так далее, в зависимости от того, с каким айтемом мы работаем. Также для нашего удобства можно написать какие-то теги, по которым в дальнейшем можно будет, опять же, отслеживать те или иные айтемы в системе. Также есть возможность добавлять, релейтить, скажем так, линки на другие айтемы, которые у нас в системе. То есть мы можем сразу здесь автоматически выбирать из существующих сущностей, которые у нас есть, придумывать взаимосвязи, то есть это отношения child, это duplicate, parent, как вы видите, related просто, либо привязывать какие-то наши тест-кейсы, все что угодно. Опять же, это все настраивается скрам-мастером. Дальше, когда мы будем работать с вами с тест-кейсами и баг-репортами, я покажу, как это можно сделать. Если у нас есть в системе информация о том, что мы там разрабатывали, коммиты, pull-requests, branch, мы тоже можем их сюда привязывать. То есть с точки зрения разработки это очень удобно, то есть мы сразу можем добавить сюда коммит, который связан непосредственно с данным требованием и отслеживать эту информацию здесь. То же касается и релизов, которые мы можем сюда добавить. Опять же, если мы вносим какие-то изменения, у нас есть трекинг их. То есть, как вы видите, можно посмотреть, в каких статусах находился тот или иной айтем в системе, кем он был переведен, когда была начата работа и также сдерживаются все абсолютные изменения, которые были связаны с этим айтемом. Опять же, это очень удобно. Процесс становится прозрачным, у нас есть прослеживаемость. Отличная, я считаю, функциональность. Также айтемы, которые мы добавили, будут отражаться в отдельной таббине. То есть, здесь будут все наши сущности, которые мы добавили к данному эпику, либо же к требованию. И можно добавлять аттачменты. В случае, когда мы говорим про баги, то есть, удобно это сделать здесь. Либо же, если наше требование ссылается на какой-то документ, мы можем затачить его сюда же. То есть, никаких сложностей в этом нет. Также можно отметить данный айтем как фэллоу, то есть, мы можем следить за его изменениями. Также отсюда есть возможность вызвать контекстное меню и работать тоже с этим айтемом. Можно отсюда привязывать какие-то айтемы, можно изменить тип самого айтема, можно передвигать эти айтемы из одного проекта в другой, создавать копии и так далее. То есть, ничего сложного здесь нет. Можно почитать официальную документацию, casual drops и разобраться. Также, как я и сказал, здесь можно проводить кастомайзинг. Того, с чем мы будем работать, можно передвигать эти поля, можно добавлять какие-то новые, можно их редактировать. То есть, здесь на самом деле большое поле для того, чтобы вашему менеджеру, либо скрам-мастеру работать над улучшением процесса и как-то настраивать его согласно тому, что необходимо для вашего проекта. Но пока нас это не интересует, давайте вернемся в наш Asia DevOps. То есть, как вы видите, у нас уже создался один Epic. Он, кстати, ни на кого не назначен. Давайте назначим его на меня, так как я один, есть такой человечек. И дальше, когда мы переходим на нашу борду, которая у нас есть, сейчас, как вы видите, в ней ничего не отражается. Но это ввиду того, что на ней сейчас так настроено, что могут быть только Product Backlog Item. То есть, по сути, это могут быть наши требования внутри какого-то Epic и баги. Давайте создадим какой-нибудь прямо отсюда Item. Опять же, Test User Story, к примеру. И давайте теперь вот эту User Story свяжем с нашим Epic. Для этого мы переходим непосредственно со самого борда в данный Item. Нажимаем на существующий Item, который у нас есть. Link Time, выбираем Parent. То есть, этот Item будет челдовым для нашего Epic. И, как вы видите, у нас теперь отражается информация, что вот этот Item непосредственно относится к данному Epic. То есть, если мы перейдем на Epic, то Test User Story, теперь Child. Опять же, еще забыл упомянуть, что здесь есть Priority. И вот если мы наводим сразу, то у нас появляется подсказка о том, что это поле значит. Effort, Business Value, Value Area мы также можем изменить. Иногда это именно связано с типом требований. Можно тут назначить функциональные, нефункциональные требования. Сейчас у нас, видите, это архитектура либо бизнес. Архитектура обычно это связано именно с кодом. А бизнес это уже бизнес требования, которые мы хотим реализовать. Давайте добавим еще пару каких-нибудь айтемов сюда, чтобы оно нас не смущало. Так, давайте изменим. прямо здесь можно изменять. Будет 1 и Test User Story. Давайте будет Test User Story 3. По сути, сейчас есть три User Story, с которыми мы можем работать. И их точно так же можно передвигать в разных статусах прямо отсюда. И если мы говорим про контекстное меню, то можно добавить другие итерации, можно добавить какие-то сабтаски, которые мы будем здесь делать, и добавить наши тесты. Это уже будут Test Cases. Какая-нибудь таска, к примеру, мы можем здесь разделить наши задачи согласно разработке, тестированию и так далее. То есть, давайте это будет Development таска, это будет Creation Test Cases, Review Review Test Cases Demo и пусть будет Creation Auto Tests. Как-нибудь так. И у нас, видите, сразу автоматически здесь выстроились таски, которые мы можем сделать. Наш небольшой чек-лист, который говорит о том, какие у нас есть этапы в инклементации данной User Story. Опять же, мы можем в нее перейти и здесь назначить кого-то на данную таску и передвигать ее уже по разным стейтам. Эти Creation Test Cases я назначу на себя и пусть будет In Progress. После завершения какой-то таски мы просто ее можем открыть либо отсюда, нажав на чек-бокс и сразу, если мы перейдем сюда, то есть, видите, таска стала у нас данной. Но не рекомендую вам делать так, то есть, лучше ее провести по всему Workflow. То есть, вы должны сначала To Do, потом In Progress, потом Да, чтобы у вас был красивый график, а не было перескоков. Потому что потом, в конце итерации, когда ваш Scrum Master либо Product Manager будет строить графики, на них могут быть некоторые несоответствия. Поэтому лучше проводить все по всем шагам. даже если вы забыли это сделать заранее. Но лучше не забывать. Например, вы взяли эту таску в работу, нажали In Progress, поработали над ней, все сделали, нажали Done. Давайте еще немного поговорим про интерфейс данного приложения, что еще можно в нем найти. Можно найти Workitem, абсолютно все, которые у нас существуют сейчас. Их можно фильтровать различными способами. Также можно создавать отсюда новые Workitem. Можно импортировать какие-то айтемы. Можно переходить непосредственно к вариантам. Если мы хотим какие-то специфические штуки искать, то есть мы можем создать какую-то query, где обычным нам известным способом можно выбирать, например, если нас интересует именно Workitem Type Epic, в любом стейте мы запускаем данную query, данный запрос, и видите, нам сразу подтягивается, что у нас есть один TestEpic в системе. Их можно сохранять, ими можно в дальнейшем делиться. Также есть Advanced метод поиска айтемов в системе, но об этом мы с вами не будем сегодня говорить. То есть, как я уже сказал, есть отличная документация по Azure DevOps, которую вы можете найти. Я обязательно оставлю ссылки, непосредственно нас будет интересовать именно TestPlan Documentation, она на английском языке, к сожалению. В принципе, это и послужило триггером для того, чтобы записать такое видео на русском, потому что не всем знаком интерфейс этого приложения, и в целом я не нашел видео в русскоязычном сегменте сегменте который рассказывал в целом об этом приложении хотя бы на уровне того, чтобы ознакомить вас с ним. Документация доступная, понятная, здесь практически все расписано, и я в свое время также изучал Azure DevOps по ней, поэтому без проблем заходите, находите, читайте, изучайте. У вас есть 30 дней на то, чтобы воспользоваться реальной версией, плюс ко всему никто не мешает вам создать дополнительные аккаунты в Microsoft и пользоваться данной системой чуть больше для своих каких-то учебных целей, да и не только для учебных. Так, с Query, я думаю, немножко понятно вообще, как работать. Также есть Backlog, где хранятся наши тоже айтемы. Видите, в данном спринте у нас три непосредственно продукта Backlog айтем, мы их никак не модифицировали названия, то есть можно их назвать требованиями. И какие-то пять тасок, которые у нас есть. Также можно переключаться на View Features, но так как у нас сейчас нет никаких фич, то никакой информации тоже нет. Обычно у нас есть Epic, Epic делится на фичи, а уже фичи делятся на требования. Но я немножко видоизменил сегодня данную зависимость чисто для учебных целей. давайте вернемся к Backlog Items и, как я уже сказал, здесь можно что-то убирать, либо что-то добавлять дополнительно из столбцов для нашего удобства. Также отсюда можно сконфигурировать настройки Team темы, то есть что будет показываться непосредственно нашей Team и какие у нас рабочие дни и также можно настроить как мы работаем с багами, как они будут показываться в иерархии. То есть опять же обычно этим всем занимается Scrum Master либо Product Manager. Также у нас есть информация о спринтах, мы можем в данной вкладке настроить даты нашего спринта, у нас сейчас только он один, пусть он будет как я записываю видео в субботу с 20 марта и итерация у нас пускай будет две недели. Сохраняем и сразу видите здесь подтягивается информация про данную итерацию и сколько у нас есть рабочих дней и запланированный effort, то есть что мы должны в данную итерацию имплементировать. Также есть информация о Capacity, то есть это скажем так ввестимость, обычно здесь указываются юзеры, которые у нас работают в данную итерацию, можно указать dayoff, к примеру, если у меня отпуск, либо же какие-то секливы у меня есть, я болею на больничном, то опять же можно добавить и тогда это автоматически будет влиять на саму итерацию. Activity можно назначить, то есть если, к примеру, я тестировщик, то тестинг. Если бы были еще какие-то юзеры, как вы видите, здесь можно назначить людей, которые занимаются deployment, дизайнеры, development, documentation, requirements, к примеру, аналитики либо product owner, и здесь можно указать, сколько часов я в день работаю. Обязательно сохраняем нашу информацию и также есть аналитика, наш стандартный burn down chart. То есть когда мы уже будем работать, то он будет постепенно сжигаться в зависимости от того, какие мы таски закрываем и сколько остается их открытых. Опять же, это отличный инструмент для анализа того, как мы сработали в данную итерацию и можно за ним наблюдать. Про queries я вам уже немножко рассказал, то есть это просто наши какие-то запросы кастомные, которые мы можем использовать для облегчения нашей работы. То есть к примеру, нам необходимо узнать, сколько багов было открыто в данную итерацию, то есть мы создаем эту query и работаем с ней. Query можно делиться с участниками вашей команды, также они могут делиться с вами. Единственное, что нужно будет посмотреть, какие permission для этой query установлены, то есть все могут смотреть ее, либо только вы. Про это тоже не забываем. Ну и давайте уже вернемся к нашему тест-плану. Из-за того, что нас он больше всего интересует как тестировщика, что мы можем здесь делать. Давайте создадим новый какой-то тест-план. В отличие от классического понимания тест-плана, когда это отдельный вид тестовой документации, где прописана тестовая стратегия, какие-то виды тестирования, которые мы можем использовать, что мы вообще будем тестировать. Если интересно, то можете посмотреть видео на эту тему у меня на канале. Здесь же все-таки тест-план связан с таким понятием набор тест-сьютов, то есть набор наших тестовых наборов. Сейчас вам покажу, как это может работать. То есть смотрите, мы можем к примеру какой-то итерации привязывать наш тест-план, можем делать отдельный тест-план для регрессии, можем делать какие-то еще кастомные тест-планы. То есть это все на ваше усмотрение, как вам удобнее, как принято у вас в компании, как налажен у вас процесс. Я когда работал одним тестировщиком на проекте, наладил свою систему, у меня был отдельный большой тест-план, где была информация о всех тест-сьютах, модулях, кейсах, которые есть в системе, и каждую новую итерацию я отдельно заводил новый тест-план, куда мог переносить информацию из общего тест-плана, опять же, я покажу вам, как это можно делать, и уже работал внутри него в рамках итерации. Также у меня был отдельный тест-план на регрессию. Опять же, не путайте тест-план, который есть в с видом тестовой документации отдельной. Это абсолютно разные вещи. Вы можете создать один такой общий тест-план general, можно выбрать опять же area и iteration, если вас это в данный конкретный момент интересует. Так как это общий тест-план, я не буду привязывать его к итерации, а создам такой вот отдельный общий. И также можно создать тест-план для отдельной итерации. Пусть он будет как sprint1. И давайте теперь придумаем какие-то тест-кейсы. Как это можно сделать внутри нашего тест-плана? То есть вы видите у нас есть информация о нем и есть возможность создать новый тест-кейс, но если вы посмотрите опшены, вы можете использовать уже существующие тест-кейсы, либо же использовать так называемый тест-кейс using-grid. О нем мы поговорим с вами чуть позже. Но мы создадим новый тест-кейс. То есть открывается отдельное окно для нашего айтема, мы можем его назвать тест-кейс 1, и здесь уже можно прописывать наши степы и expected результаты. То есть пусть будет login to the system, к примеру, input username, input password, клик login button. И какие-то expected результаты для каждого нашего степа. Не буду сейчас тратить время и добавлять их, но также это можно здесь делать. Также прямо отсюда я могу создать расшаренные степы так называемые. То есть к примеру я хочу чтобы у меня был заготовлен степ по логинам системы. Я его часто буду использовать, поэтому я его сохраняю, создаю. Как видите он у нас создался, заменил тот шаг который у нас был и в дальнейшем когда я захочу воспользоваться этим shared steps я просто нажму на кнопку insert shared steps запущу нашу query и нажму на кнопку insert shared steps выберу тот который меня интересует нажму и как вы видите этот шаг добавился еще раз в наш тест кейс таким образом я могу его использовать в других кейсах как пример давайте сохраним наш тест кейс который есть сейчас создадим новый тест кейс и здесь же я нажимаю опять же на кнопку insert shared steps запускаю query выбираю тот который есть и видите сразу этот шаг у меня есть то есть это облегчает работу если вы знаете что будете использовать какие-то степы постоянно так не сохраняем наши изменения то есть наш первый тест кейс готов и также этот тест кейс можно уже связать с существующим айтемом в нашей системе с каким-нибудь требованием к примеру когда мы нажимаем existing item выбираем link type tested by находим интересующий нас user story пусть будет первое нажимаем ok и сохраняем теперь у нас в user story появляется дополнительный линк на этот тест кейс как вы видите наш тест кейс добавился в единственную возможную скажем так папку folder который у нас появился это general название нашего тест сьюта но мы можем добавить новый тест сьют есть три типа сьютов static сьют который никак не связан с требованием это просто отдельный сьют который мы можем создать в системе есть requirement base сьют то есть мы можем на основании какого-то рекваймента сразу создавать тест кейсы для него как это делается мы нажимаем на эту кнопку запускается ковыря и мы выбираем ту юзер стори которая нам необходима и название этой истории станет названием нашего сьюта например мы хотим создать тест для тест юзер стори 1 нажимаем на create suits и видите у нас создался наш тест сьют и теперь давайте добавим новые тест кейсы другим способом в данный тест юз используя так называемый grid то есть здесь у нас уже будет таблица в которой очень удобно работать если мы говорим о том что нам нужно создать одновременно очень много тест кейсов как это делать то есть мы опять же называем наш как-нибудь тест кейс пусть будет два и прямо здесь можно прописывать наши степы логин to the system reload the page check the payment status например так и также можно добавить результаты обязательно не забываем сохранять закрываем наш grid и теперь как вы видите у нас есть созданы тест кейс и он сразу будет залинкован с той user story на основании которой мы создали suite как вы видите у тест кейса тоже есть различные статусы дизайн когда мы только над ним работаем что-то пишем придумываем ready когда он готов и если к примеру нам необходимо вывести этот тест кейс из нашего проекта мы можем его закрыть либо же удалить давайте напишем что он готов и теперь у нас есть еще один тест кейс давайте создадим еще какие-нибудь там тест кейс 3 тест кейс 4 пусть будет и заодно через grid еще парочку сделаем тест кейс 4 action 1 2 3 тест кейс 5 и что самое интересное здесь можно эти все лайны также копировать и вставлять то есть если у нас к примеру есть необходимость использовать одинаковые шаги для удобства мы можем их скопировать чтобы не перепечатывать сохраняем заходим и теперь видите у нас есть n количество кейсов единственное что давайте изменим в них номера то есть мы можем прямо нажать на наш grid и внести изменения в них удобно что когда мы вносим изменения они подчеркиваются жирным шрифтом так сохраняем информацию и теперь у нас уже есть некоторые тестовые наборы с которыми мы можем работать что еще хорошего в тест-планах что мы можем прямо отсюда их ранить для этого мы выбираем вкладку execute у нас появляется новая view видите у нас сейчас есть 5 тест-кейсов в статусе active мы можем сразу же если мы знаем что они прошли хорошо выбрать их всех и нажать past test если они зафейлились то аналогично выбираем данный пункт если какой-то тест заблокирован к примеру другим тест-кейсом блок тест и not applicable если мы знаем что сейчас мы не применяем данный тест-кейс к примеру изменилась функциональность либо же ее выключили на какой-то промежуток времени то есть мы можем выбрать not applicable опять же как это устроено в вашей компании так это используйте также можно здесь выбрать информацию для каких аппликейшенов мы это используем для веб-аппликейшена либо для десктоп-аппликейшена и также можно запустить наши тесты с разными опциями то есть можете почитать какие они здесь есть и даже выбрать билд на котором мы будем проводить данные тесты и давайте теперь запустим наш тест-кейс заранаем его это можно сделать двумя способами либо же нажатием просто кнопки run for web-аппликейшен либо же если мы нажимаем на наш тест-кейс run и здесь есть опять же возможность выбрать run для различных типов приложений у нас открывается отдельное окно где уже содержится информация о наших кейсах мы можем редактировать наши шаги прямо здесь мы можем выбирать зафейлился ли наш шаг либо он был пройден и на основании этого в дальнейшем можно создавать баг-репорт прямо отсюда то есть давайте мы теперь пропишем что к примеру мы залогинились мы обновили страницу и к сожалению у нас payment status недоступен то есть мы пишем что фейл добавляем какой-то комментарий из изряда что за пеймент статус из not available сохраняем информацию про запуск нашего тест-кейса и также отсюда мы можем сделать непосредственно скриншот можем записать какие-то действия пользователя в лог можем сделать запись экрана и есть еще дополнительные функции добавить комментарий добавить тачмент прямо здесь и записать видео непосредственно со звуком если вы с вами нажмем к примеру на скриншот у вас появится такое окно что вам необходимо предустановить еще дополнительные экстеншен дополнительные расширения для вашего хрома давайте это сделаем установим его так закроем это окно перейдем в наш раннер так но просит чтобы мы его перезапустили давайте вернемся к актив стейту в нашем тест кейсе заново его запустим опять же напишем что все ок так добавим комментарий о том что the payment status is not available так все ок и попробуем создать скриншот но видите он опять ругается поэтому нужно еще его привязать к нашему Asia DevOps серверу давайте это сделаем выбираем наш проект team save и теперь у нас видите этот экстеншен может работать попробуем снова его запустить выбираем выбираем откуда мы хотим сделать скриншот так сразу же здесь можно добавить что нас не устраивает добавить к примеру какую-то стрелку так сохраняем скриншот видите он сразу добавился непосредственно в информацию о нашем ране и теперь мы сохраняем эту информацию и сразу же отсюда мы можем создать баг это очень удобно то есть видите у вас уже есть информация про ваш дефект комментс мы можем исправить к примеру на actual result если бы был expected result он сразу был бы здесь написан и что еще мне нравится в age в что автоматически информация о вашей системе в виде таблички добавляется к вашему баг репорту то есть тоже очень удобно не нужно самостоятельно что-то здесь писать сразу прописан браузер его версия информация про операционную систему отлично замечательно то есть разработчик может на основании тоже каких-то данных если они ему будут нужны если он к примеру хочет знать на каком браузере этот баг воспроизводился то есть информация сразу здесь появляется и сразу же у нас видите этот баг репорт привязан к тест кейсу и к той юзер стори который был привязан данный тест кейс добавляем какой-нибудь description точнее summary сохраняем можем добавить тег пусть будет тег тест опять же не будем выдумывать что-то новое выбираем итерацию 1 сохраняем все замечательно здесь мы тоже все сохраняем закрываем и теперь если мы перейдем на нашу борту основную то как вы видите у нас в юзер стори отображается информация о том какие тест кейсы у нас привязаны как это юзер стори и также информация о том что один из тест кейсов у нас как вы видите зафейлился то есть мы здесь сразу же видим наглядно где у нас проблемы с чем нам нужно работать таким вот образом можно работать с багами также можно непосредственно отсюда создавать тесты тоже никакой сложности в этом нет они будут автоматически подтягиваться в тест сьют который связан с этим требованием изменим давайте цифру в нем тоже все очень удобно не нужно вам заходить отдельно в тест план также что еще хотел вам рассказать непосредственно с работой с айтемами в данной системе вы можете также их перетягивать в различные статусы прямо здесь с драгон дропом они автоматически будут меняться возвращаемся в наш тест-план смотрите у нас сейчас есть general тест-план но например я хочу добавить эту же информацию про наши тест-кейсы сюда тест-план который называется sprint1 то есть я выбираю наш requirement-based suite запускаю нашу query test-user story1 и видите сразу сюда подтягивается все тест-кейсы которые у нас уже были созданы для этой юзер story и в рамках данного тест-сьюта опять же очень удобно если я к примеру знаю что все проходит хорошо я могу сразу здесь выбрать что все тесты у меня пройдены и также я могу здесь построить различные графики диаграммки если они меня интересуют к примеру new test result chart как-то их кастомизить как мне это нужно видите видите различные есть возможности для вывода информации то есть все вы можете здесь настроить и потом очень удобно вот эти различные ваши диаграммы графики добавлять в ваш тестовый отчет к примеру так давайте еще пройдемся по другим возможностям нашего тест-плана что мы можем здесь посмотреть во первых есть информация в виде отчетов которую также можно в дальнейшем использовать для того чтобы отчитаться перед вашим менеджером либо чтобы менеджер отчитался перед вашим заказчиком то есть по-разному это уже больше такие менеджерские штуки в которые возможно вам как начинающему специалисту не нужно вникать также есть возможность назначить параметры к примеру если вы используете одни и те же пароли одни и те же логины вы можете создать себе какой-нибудь сет параметров назовем его логин сет к примеру и здесь к примеру вы можете создать для себя набор паролей набор различных логинов и других тестовых данных которые вы будете использовать часто то есть к примеру пусть будет логин пусть будет пессворд так и здесь мы прописываем значения которые может принимать данный параметр Артем Алина например Игорь и различные пароли 1 2 3 4 5 6 8 5 это там как-нибудь так так сохраняем и также можно добавить какое-то описание еще к этому сету если оно необходимо теперь давайте вернемся к нашему тест-плану выберем define где мы сможем отредактировать так открываем наш тест-кейс 2 и здесь смотрите как интересно можно добавить наш сет параметров который у нас есть логин и паспорт и теперь когда мы захотим использовать какой-то логин из этого сета мы пишем просто собака логин и здесь же сразу отображаются все наши возможные логины которые мы можем использовать в данном тест-кейсе то же самое мы можем сделать с паролями сохраняем и когда мы его откроем то есть к примеру если у нас есть набор определенных тестовых данных то разработчик либо тестировщик который будет в дальнейшем работать этим требованием может обращаться к ним очень удобно и чем хороши данные параметры тем что если у нас вносится изменение к примеру во всех тест-кейсах и во всех тест-кейсах мы используем один и тот же логин то можно через вот этот вот сет изменить просто эти данные и они автоматически изменятся абсолютно во всех ваших тест-кейсах то есть для поддержания ваших тест-кейсов это отличная фича также я хотел бы вам рассказать про конфигурацию то есть это по сути ваше окружение на котором вы будете проводить тестирование эту конфигурацию можно по умолчанию задать для каждого нового тест-плана для этого сразу стоит чекбоксик здесь то есть мы создаем новый тест-план и эта конфигурация автоматически добавляться 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 к нему но также можно убрать этот чекбокс и уже назначать внутри самого тест-плана эту конфигурацию можно создавать конечно же свои и также есть еще переменные для данной конфигурации как вы видите здесь мы в дальнейшем когда проводим настройку ее должны добавить какие-то переменные давайте создадим еще какую-нибудь дополнительную нашу тестовую конфигурацию просто чтобы вам было немножко понятнее как это работает пусть это будет windows 8 какой-то description тест active state не будем добавлять ее по умолчанию и используем те переменные которые у нас уже есть в системе то есть мы можем назначить непосредственно браузер какой-то и операционная система которая у нас используется это будет windows 8 сохраняем эту конфигурацию и теперь когда мы с вами переходим в наш тест-план сейчас у нас видите general мы выбираем сам тест-план нажимаем на три точки и назначаем уже какую-то конфигурацию по умолчанию у нас стоит windows 10 но пусть будет windows 8 так и теперь например когда мы хотим заранять какой-нибудь наш тест-кейс так пусть у нас все будет везде хорошо и к примеру последний у нас фейлиться шаг создаем наш баг и видите наша тестовая конфигурация автоматически подтягивается сюда то есть таким образом мы тоже можем упрощать нашу работу чтобы информация про тестовую конфигурацию отражалась сразу здесь и еще немножко про баг репорт скажу что видите тут тоже есть severity есть priority есть информация о том сколько работы осталось нам сделать сколько мы вообще заэстимировали к примеру story point либо часов пусть у нас будет 20 осталось к примеру 12 часов на работу то есть здесь можно проводить такой вот трекинг опять же можно добавить информацию про билд на котором был найден данный баг и все остальное что вас интересует то есть к примеру мы хотим еще добавить информацию пусть это будет related к user story 1 так 1 1 ok title какой-то тест баг пусть будет save and close save and close так и видите у нас теперь информация о том сколько времени у нас заэстимировано находится прямо на нашем баг репорте да кстати я хотел вам показать еще что на борде иногда не очень хорошо видно как у нас происходит работа в данном спринте поэтому мы можем перейти на сам спринт и здесь уже видите более наглядно какие у нас есть user story какие баги в каких статусах к примеру таски находится то есть тоже можно здесь посмотреть также есть информация общая про ваши раны которые вы проводили опять же в этой вкладке ничего сложного нет то есть когда у вас уже накапливается какая-то статистика по вашим ранам вы можете их как-то инвестигировать смотреть на то сколько у вас успешных прошло тест кейсов сколько неуспешных опять же собирать какую-то статистику для отчетности собирать метрики для менеджмента и так далее ну и также есть еще вкладка load test которая связана с нагрузочным тестированием я к сожалению не работаю с нагрузочным тестированием поэтому не могу вам рассказать как это делается в рамках TFS либо Azure DevOps поэтому это на ваш откуп остается как я уже сказал заходите в тестовую документацию она очень подробная обширная и можно всю эту информацию найти здесь надеюсь что данное занятие было для вас полезным вы узнали много нового для себя и открыли новый баг трекинг новую систему управления проектом и процессом внутри вашей компании и у вас не будет теперь страха перед этим инструментом если вдруг вам скажут что у нас на проекте мы работаем в Azure DevOps на досуге обязательно изучите эту программу настройте себе треальный период в 30 дней и работайте в свое удовольствие не забывайте подписываться на этот канал потому что каждый подписчик очень важен для меня задавайте свои вопросы если они возникли в рамках просмотра данного видео ставьте лайк нажимайте на колокольчик и не забывайте про другие мои социальные сети телеграм и инстаграм там тоже очень много полезной и важной информации особенно для начинающих специалистов а мы с вами увидимся совсем скоро пока пока